Привет, друзья, с вами я, Адьян, и это будет видео про двух очень интересных проектов, которые у меня есть в портфеле. Первый уже давно, несколько лет, второй – несколько месяцев. И какие другие коины или другие финансовые инструменты, которые есть у меня в портфеле, я могу себе очень легко объяснить себе и друзьям, почему я их выбирал, по каким критериям и что конкретно я от них жду. Итак, эти два коина представляют два проекта, направленные на увеличение вычислительной мощи, используя нецентрализованные возможности. Если вы смотрели мои прошлые видео, вы знаете, что я не могу долго заниматься один и тем же. Несколько лет, пять лет, семь лет, с удовольствием, но как только у меня интерес пропадает к этой сфере, я из этого выхожу. Я занимался IT-проектами. Первый из них, самый первый, который я сделал, там, 300 страниц. Несколько фоток есть в моих прошлых видео в одном. Я встречался с директором Google в Индии, пришел, пошел туда, встречался с ним, показал, что я хочу делать. И получил от них, что они хотят, чтобы мы присоединились тогда к Google LabX. Об этом есть видео. Другой спектр, которым я занялся, то есть IT-проекты. Второй сектор – это документалистика. Документалистика. И я очень… Сколько лет был? От 2003 до 2009 года я занимался документалистикой. У меня есть два фильма, обе которых очень сильно… Во-первых, обе были очень сильно признаны. Во-вторых, цель – они обе политическая тема. Если интересно, сделаю видео об этом отдельно. Занимался фильмами. И вот из-за и первого сектора, где у меня есть опыт, и из-за второго сектора, где у меня тоже есть опыт, я эти два проекта очень люблю. Потому что я на своей позе знаю, какие проблемы, к примеру, в фильмах. Коротко, какая проблема у меня была. И вот второй коэн, который я выбрал, решает вот именно эту проблему. Смотрите, когда мы начали… Во время фильма я думал, что со стороны будем делать еще и рекламу, для того, чтобы зарабатывать деньги. Фильм – это мое личное. Я выбираю книгу, я на этой книге нахожу материалы, иду, снимаю. Берет время очень долгое. Ну и все, для этого нужны еще и деньги. Так вот, для стороны нам нужно еще было и зарабатывать. Поэтому мы с моим другом Нерсесом решили сделать анимационные рекламные ролики. И во время этого мы почувствовали, что рендеринг на компьютере, который у нас был, тогда это была катастрофа и просто. У нас был, понимаете, он 4, 2.8, 2.4, кажется. Гигагерца процессор. Видеокарта была 256, потом 512 мегабайт. Рам у нас был DDR2, кажется, тогда был, я не помню уже. Примерно 3-4 гигабайта рамы. Так вот, и DMAX на этом, или Maya, у нас убывали просто во время рендеринга. Тут был очень интересный случай, когда мы, у нас не было денег, но была очень хорошая программа, обеспеченная для более реалистичного рендеринга, называлась Amazon Rendering. Amazon, кажется, Amazon, да. И тут просто фантастика, как оказалось, что брат моего отца в Китае абсолютно случайный. То есть я этого человека не видел, когда был маленьким очень. Очень не помнил ни его лицо, ничего. И вдруг по всей случайности, эта программа стоила довольно дорого. Это плагин для, консталируешь в 3DMAX и получаешь более детальную возможность детализировать и материалы, и свет, который падает на эти материалы, и отражения, все. И Brazil Rendering, вспомнил Brazil Rendering, да. И Disney тогда вот у них было. И я тоже хотел, чтобы это у меня было. И вот в Софим случайно человек приходит к брату, говорит, что я пришел в Армению. Самое главное, я тебя не видел, не знаю, больше 15 лет. В Китае у меня офис моделинга и рендеринга. Я это все слышу и говорю, что мы хотим вот такую программу, Brazil Rendering. Он говорит, у меня есть Network пакет, то есть ты можешь подключиться, это не на один PC, это пакет на мой 15 PC, ты тоже подключишься, нет проблем, бесплатно. Поэтому у нас получилось и Brazil Rendering. Совсем с неба просто упал на нас Brazil Rendering. И что еще упал на нас с неба? Есть один человек, его название, его имя, Нарик, surname, второе, Харуциньян. Нарик Харуциньян. Он один из потрясающих, фантастических людей, которые я видел в своей жизни. Был знаком, сейчас знаком. И я его очень люблю, очень, из-за его человечность, просто фантастика. И Нарик Харуциньян, когда увидел, что я занимаюсь фильмами, сказал мне, это было после второго, после первого фильма. Мой первый фильм, я закончил на седство Шарла Азнабуж. Певец. Он посмотрел, просто сказал, что я хочу как-то что-то дать этому проекту. И вот немного сердце дал. Мы купили на это память Винчестер, отдельный Винчестер, чтобы сохранить копии всех файлов, потому что тогда компьютеры очень много зависали, особенно здесь, когда у тебя нагруженные проекты, они была бы катастрофа, если они не открывались. Поэтому у нас автосейв и бубликация проектов была на первом очереди. Так вот, первое было Brazil Render, второе было вот снег упал. Пришел Шарл Азнабуж. но третий человек, Нарик Хару Циньян, он получилось так. Он спросил мне, что тебе нужно, чтобы сделать более быстрее, более, то, что ты хочешь, чем ты занимаешься, чтобы этот инструмент дал тебе все, что ты хочешь. Я сказал, что мне нужен очень сильный компьютер. и длилось это несколько месяцев. Он периодически спрашивал меня, что ты хочешь. Ну, я начинал, так сказать, с маленьких параметров. Человек говорит, что тебе хочешь, не можешь сказать, я хочу компьютер, как у Пиксера. И да. Вот я просто писал нормальные параметры несколько раз сильнее моего компания, но все-таки нормальные. И вот это длилось долго. И я помню, с местных соседей еще раз получили письмо от Нарека. Нарека довольно занятой человек. И я понимаю это. И вот это переписка была вот такой. Какой компьютер тебе нужен? Отправь мне, пожалуйста, параметры. Я отправлял. Потом через неделю, 10 дней. Какой компьютер тебе нужен? Пожалуйста, отправь параметры. И отправлял. И вот я разное думал. Думал, наверное, отправляю параметры, которые стоят дорого тебе. Немножко сделай пониже, сделай пониже. параметры. я помню, как длились несколько месяцев. Однажды мы сидели с моим другом и получили еще раз письмо от Нарека. Отправь, пожалуйста, параметры. Я помню, что я тогда разрушился и сказал, что я сейчас отправлю самые на тот момент фантастические параметры. Все. Мы вошли в lantekpc.com Тогда там собирались сервера, которые реально использовались. Продавались Pixar, продавались Disney. Этого масштаба. Я вошел туда и собрал просто я открыл список и ставил самые последние параметры. То есть процессор самый нижний, самый лучший. Видеокарта самая нижняя, самая лучшая. И у нас получился компьютер на 14 тысяч долларов, в котором было два Nvidia Quadro 5500. В это время один Apple будет восьмем в 2008 кажется. Один. Это стоило 5000 долларов. 5300 точнее. У нас там они соединялись с помощью тогдашней новой технологии SLI. Два DVD- видеокарты вставляли и тут вот такой присоединился. И они обе стали работать как одно целое. вот я поставил там была возможность два я поставил два. И отправил письма на реку. Сказал, что вот компьютер, который я хочу. Наверное, час чем-то прошло и написал, что я купил уже иду в аэропорт и приведу с собой. Извините, я купил завтра ночью буду в Ереване уже с собой это привезу. Сегодня они привезут ко мне, я привезу с собой это. я не могу сейчас словами сказать, какие у нас были ощущения тогда у меня и у моего друга Нарсеса. И это случилось. То есть на следующий день мы пошли вот этот огромнейший просто компьютер, который было 15 километров, если не больше. Мы вдвоем этот лифт не работали, наш офис был на шестом этаже и вот ночью примерно два часа из аэропорта пришли сразу на место работы. Охранники сказали, ну умоляю, нельзя так это для нас не должны пойти на работу, включить свет. Там свет включился для всего здания и охранник отключал, когда было 8 вечера. В общем, он включил свет, но лифт не работал, мы 15-й дух на шестой этаж включили и первое, что мы сделали, это сделали инсталляцию 3D Max и Maya, потому что на таком компьютере, который попал в список спецкомпьютеров для Pixar и Disney, еще один был в Армении, в Иване, в нашем офисе. И у нас был Brazil Render, у нас был 3D Max и Maya и компьютер, который должен не считаться ни с чем. Что-то хочет сделать рендеринг. Он бог просто. Тогда эта видеокарта была богом. А Brazil Render это синего и сисхистос. Вот так. И в 3D Max есть функция Turbo Smash. это когда берешь один квадрат, там сколько грани? Раз, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь грани. И с помощью Turbo Smash делаешь его от квадрата становишь, получаешь циркл. Шарик. То есть представляете, сколько грани добавляются с каждой параметра увеличиваешь. Turbo Smash Turbo Smash Turbo Smash Turbo Smash и грани увеличиваются. Так вот наш компьютер, на котором мы делали рендеринг, после 3-4 уже умирал все, зависал и даже думал, а о чем рендеринг? Нужно было, во-первых, включить его. И вот мы поставили кубик и первое число, которое написали в этом фильтре, поставили вот этот фильтр туда смешно, этот кубик и получили, поставили 100. Потом боясь взяли мишку и попытались накрутить шарик, уже полученный немножко шарик. И он так как будто он кубик. напомню, в прошлом комплекте 3-4 поставили параметры, он умер. А тут 100 и он вообще для него это ничто. Как будто вообще фильтры не поставлены. Мы поставили там 500, то же самое, 1000, то же самое, 10 тысяч, тогда было максимально 10 тысяч. Поставили то же самое. У нас получился шарик идеальный и он крутился просто мы закрыли, пошли домой. Итак, наше спасение было вот эта видеокарта. Она специально была, если на ней играть тогда в игры, она катастрофа просто. Наверное, GeForce 512 миллион раз лучше, чем это для игр. Но для рендеринга специально. Вот эти видеокарты, которые били обе, они вставлялись так сильно. Там у нас процессор Xeon двух физических 2 процессор 3 4 каждый вот это меняло всю, в общем, изменило нашу жизнь, скажу так. И тогда мы поняли, что все, мы можем делать все, что хотим. Какую анимацию хотим. На следующий день пошли купить примерно 5-6 книг касательно анимации, более детальной анимации. да. Спасибо до сих пор. Спасибо Наре Картинен, ты фантастический человек. Да. Продолжим. Это мощнейшая, тогдашняя мощнейшая видеокарта для рендеринга. сегодня тоже есть видеокарты специфичные для рендеринга, архитектуры этих видеокарт, как и для видеокарты, которые лучше для майнинга, архитектуры этих видеокарт, не только видеокарт, но и техпроцессорных, скажем, решений, которые имеют специфичность. Окей, я очень хотел этого, и появился человек, который реализовал твою мечту, чтобы ты потом реализовал свою. Когда вообще так, если очень хорж, появляется человек. В моей жизни было так. И работа в сфере анимации рендеринга получается, что тебе нужно вкладывать больше очень сильные средства, чтобы быть конкурентоспособным, с качеством видео, с временем, в котором ты можешь уложиться, чтобы дать этот рекламный ролик, или сделать вот эту работу. Ты можешь сказать, да, я могу это сделать, но займет это год, рендеринг займет год. И хочешь быть конкурентоспособным, ты талантлив, все красиво получается, хочешь быть конкурентоспособным, ты должен складывать деньги. Второй проект, который несколько месяцев уже добавил свой портфель, это децентрализованный рендеринг. Я смотрю свой опыт. Если у меня тогда была вот эта возможность, которая есть сейчас, с помощью этой программы, я бы точно воспользовался этим, потому что мы не сидели бы днями, ночами, смотрели рендеринг. И если что-то пошло не так, снова, еще раз, рендеринг. Нет, мы бы лучше отплатили немного, но сразу же, через несколько секунд реальности, даже если через несколько минут, сразу же увидели результат нашей работы, нашей анимации. Клайнет называется Ранадаро. Р-Н-Ар-Б. Ранадаро. Кстати, Эпл очень сильно ухаживает за этим проектом. Нужность этого проекта специфичная сфера, но нужность очень великая. И точно клиентура для этого проекта будет. Точно будет. Потому что я буду этим клиентом. Если я снова буду заниматься анимацией, я буду одним из тех, кто воспользуется этим проектом. поставил сцену, сделал все как надо. Нажал рендер. Опция с помощью рендера. Все. Проект ушел, файлы вернутся. Сразу. Интернет сейчас нормально. Они дайлаб как тогда, когда мы пользовались. Лан очень низкие доунули абсолуты. Сейчас нормальный интернет. Получается, что у тебя там где-то есть фантастический компьютер, компьютер, который за секунду сделает рендер и отправит к тебе. Так что нужность проекта повторюсь специфична, но рынок очень-очень хороший для этого. И этот рынок будет только расти. Потому что сейчас централизованные сервера это и хорошо и плохо. хорошо, потому что все-таки сервера и тебе не нужно сервер сам поставить. Ты можешь просто взять подписку. А плохое то, что из-за масштаба становится приходит момент, когда все, не может быть конкуренции, потому что цены такие, неважно, большие или низкие. В основном низкие не бывают. Нормальные цены. но все, не будет второго, который пришел и дал тебе еще более низкую возможность. Если компания решит просто сам немножко понизиться, тогда да, это будет у тебя возможность пользоваться этими централизованными серверами по низкой цены. Если нет, тогда нет. Плохая часть в этом. А децентрализованный вариант, что дает? Дает тебе у меня есть дома компьютер очень сильный, я тоже подключусь к сети. Поставлю нод, мой контур будет рендеринг. Я с этого буду зарабатывать. Плюс, чем больше децентрализация, тем меньше цена. Она будет двигателем цены, сервиса, чтобы цена понижалась. И из-за этого, что чем больше будет децентрализован, тем больше цена падает, тем больше клиентов идут к этому сервису. всегда нужно знать драйвер цены, почему цена этого коина будет расти. Есть логичный подход к тому, что из-за этого цена будет расти. чем больше нодов подключаться, тем больше будет сервис увеличиваться, повлияет на цену понижения, что повлияет на повышение количества клиентов, количества работы, что повлияет на использование коина больше, создаст ценообразование из-за использования, и из-за использования, если использование растет, цена конечно же растет, потому что это не unlimited, бесконечное количество этих коинов, они limited, то есть со всех сторон, когда я на это смотрю, оно просто очень хороший проект, но тут нужно ответить, что это не проект, который будет давать мне деньги, коин будет давать мне деньги через месяц-два, нет, если он даст мне, начнет работать, то есть сейчас он работает, прямо сейчас на Cinema 4D можете сделать инсталляцию, подключиться и воспользоваться сервисом, что круто, можете поставить нод для ренадера и зарабатывать, оставляя свой там, то что, это майнинг, но вот что мне нравится, тут логично, почему я трачу ресурсы своего компьютера, есть очень классное видео, которое подробно объясняет, как поставить нод, какие требования минимальные для компьютера, Mac, Windows, для всего, отправить имейл, подключиться нод и зарабатывать, то есть вы можете зарабатывать, вы можете поставить нод, начать зарабатывать уже, плюс вы можете взять коин в свой портфель, потому что вы будете следить, как все это происходит на ваших глазах, как проект растет, использование растет, вот, просто супер, нужно, да, буду пользоваться сто процентов, да, и, да, Apple очень сильно заинтересован этим проектом, про, почему Apple очень сильно заинтересован, сделаю отдельное видео, второй проект, который не только одна большая, очень большая компания была очень заинтересована, как и Apple сейчас, но второй проект, это RLC, RLC, coin, и Intel вовсю вошла в этот проект, то это, но касательно этого очень интересные несколько, сектор тоже самый, вычислительный сектор, вычисление вычислительной мощи с помощью децентрализации, сколько есть процессоров Intel сейчас везде, у тебя дома, у меня дома, на твоем смартфоне, ноутбуке, везде есть процессора Intel, так вот, если суммарно взять суммарное количество вычислительной мощи на сегодняшний день, миллиард смартфонов, скажем, миллиард компьютеров, если я буду пользоваться одним процентом хотя бы процессорной мощи твоего смартфона и твоего ноутбука и твоего любого гаджета, в котором есть Intel процессор, суммарно это получится огромнейшая просто вычислительная мощь, которую можно дать в аренду как рендеринг работает, по той же схеме, то есть нужно NASA, для NASA нужно какое-то вычисление, для Facebook, для любого, для AI, которая вычислительная мощь для AI, это в первую очередь, а сейчас у нас появляется вычислительная мощь с миллиардами девайсами и их использование никак не повлияет на то, что держатель этого девайса скажет, что-то у меня труд стал медлить, этого не будет. Рынок огромнейший для этого риса, вычислительная мощь. Та же схема, чем больше децентрализация, тем низкие цены, тем больше клиентов из-за низкой цены, коин лимитированный, да, повлияет на что? На рост коин сразу же. Так вот, эти два проекта, первый Apple Render, второй Intel Intel C. Эти два проекта с одного сектора по всем пунктам стоят того, чтобы быть у меня в паркете. Для меня. Они логично объясняемы. Почему я на них трачу средства. Они логичны, объясняемы, почему будут расти. Все. Все, друзья. Если вам интересны другие проекты, которые я держу у себя в портфеле, и, как я уже сказал, для каждого из них у меня есть логичное, очень простое, понятное объяснение. И, конечно, мой личный опыт, который помогает мне понимать. Понимание нужны этого проекта, нужды этого проекта. Все остальные проекты у меня в портфолио. Ссылка будет в описании. Спасибо. Увидимся.